Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Второзаконие» и сегодня обратимся к 17-й главе. В 17-й главе есть такие стихи, начиная с 8-го стиха. «Если по какому-то делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении перед Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истреби зло от Израиля. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Проблема, в общем-то, простая. Если мы не можем решить вопрос сами, мы обычно спрашиваем совет. И какая-то ситуация может возникнуть, когда совет, который мы спросили, вызывает у нас категорический протест. Это приводит к тому, что общество, или даже семья, некая общность людей, она разделяется. Одни говорят так, другие говорят иначе. И каждый аргументирует истинность своей позиции. И вот в этом случае, когда возникает какое-то недоразумение за рассуждением, рекомендуется обращаться к священнику, который находится на том месте, где будет в то время находиться храм или скиния, то есть в том месте, которое избрано Богом для служения ему. Вот иди на это место, то есть иди к святому месту и попроси там священника, который там служит, и исполни то, что он тебе тогда скажет. Это систематически важное замечание. То есть есть, скажем, некий Иван, есть некий Петр. Вот Иван и Петр не согласны. Ну, это вполне нормальная ситуация. Они разные точки зрения имеют по какому-то одному вопросу. Вот, естественно, между ним возникает какая-то спорная ситуация, говоря языком научным, полемика, вот, который может доходить, конечно, и до рукоприкладства, но в целом это некая такая ситуация спорная. Естественно, если она длится сколько-то долго, то появляются сторонники Ивана и появляются сторонники Петра. Вот, и каждый доказывает на свое. Ну, вот вполне нормальная, спокойная, естественная ситуация. И вот эти все толпой, они отправляются к священнику. Это очень важно, что не отправляются к священнику. Не священника зовут на свой мордобой, в смысле полемику, а они отправляются к священнику, чтобы спросить его на том месте, на котором священник служит. Не по телефону позвонил Иван своему батюшке, а Петр своему. А вот они вся вот эта вот коллективная общность спорящих отправляется, если хотите, крестным ходом или крестным ездом, она отправляется в храм, где служит священник, который, ну вот, по крайней мере, вот пользуется неким общим авторитетом. И у этого священника они спрашивают, как нам быть. И этот священник говорит им какое-то слово. И на этом спор прекращается. Вы понимаете? То есть, у нас на самом деле нет. Ну, на самом деле у нас и сейчас можно обратиться к священнику. Редко кто пойдет туда пешком или на машине, скорее позвонить или организовать прямой эфир, вот там, скажем, в WhatsApp видеоконференцию сделать, чтобы спросить его, но это все неправильно, это не по заповеди, но тем не менее, так вот все-таки можно сделать, но дело не в том, даже как они доберутся до храма, и не в том, как они спросят священника. Дело в том, что слово священника прекращает спор. Это работало, вот представляете, работало. Даже в таком очень непростом и сложном месте, как, например, Великий Новгород, там постоянно была маленькая или большая заваруха, такой, говоря языком 90-х годов, стрелка со значительными кровопотерями, жертвами между одной половиной Новгорода стороной и другой стороной Волхова. По ту сторону Волха, одна сторона Новгорода и другая сторона Новгорода. Они встречались на Волховском мосту и выясняли отношения чисто по-новгородски. Ребята были сильные, мужественные, здоровые, вот, и как-то выясняли. Потом сходились на вечер, уже выяснив отношения, и приходили к какому-то консенсусу. Но если архиепископ Новгородский успевал встать между одной и той стороной на Волховском мосту, а его резиденция была очень рядом с Волховским мостом, если он успевал прийти туда и встать между ними, спор прекращался. Просто. Он ничего не говорил и ничего не делал, он просто стоял. Но в те сложные, трудные, прекрасные времена рука самого сильного бритера новгородского не посмела бы подняться на священнослужителя, на епископа этого города. Никто бы не посмел даже плюнуть его сторону. Никто бы не посмел слово сказать худого, хотя он остановил весьма зажигательное для всех событие и зрелище. Но никто бы не посмел. Вот этот стоящий посреди враждующих сторон архиепископ Новгорода есть такая иконная иллюстрация того постановления закона, который мы здесь читаем в 17 главе. Вопрос не в том, чтобы просить, спросить священника. В том, что если священник сказал, его нужно слушаться. Вы, может быть, не согласны с его мнением. Внутренне вы протестуете. Но вы должны смириться и промолчать. Вот это то, что нашему спокойному, равновешенному, безумному поколению не удается. Потому что для нас священник не священник. Он мужик, просто одетый не в такую одежду, как мы все. Он обыкновенный мужик, да причем еще ограниченный своим кругозором, читающий только Библию, да и то, может, не читающий Библию, или там Евангелие, или там святых отцов. Что он знает в этой жизни? Он не... Тогда, если он ничего не знает, не знает и ничего не читает, зачем вы к нему пришли? Вы же сами, получается, свидетельствуете против себя. Вы пришли к нему как к человеку, который знает нечто как раз, чего вы не знаете. Который понимает нечто, чего вы не понимаете. Вы, знающий жизнь и умеющий за нее держаться всеми своими существом, мыслями, душой, когтями, руками, ногами, если надо, и зубами, вы знаете эту жизнь во всей ее подноготной. И, зачем же вы пришли к священнику? Тогда не надо к нему ходить. Но если вы пришли и спросили, то, значит, не послушаться будет безумие. Либо не надо было приходить, либо, придя, нельзя не послушаться. Но надо выбрать одно из двух. Если священник ничто, тогда зачем к нему ходить? Если он что-то знает, чего мы сами не знаем и не понимаем, тогда нельзя не послушаться. И именно об этом говорит в данном случае книга «Второзаконие», что нельзя не послушаться. И в прежние времена человек, который не послушался священников, не просто, скажем, не согласил, вопрос не в согласии, а в прикословии, в непослушании, в продолжении протеста против священника, этот протест воспринимался и усваивался как протест против Бога, как богоборчество. От тебя не требуется принять точку зрения священника. От тебя требуется просто поступить в соответствии с тем, что сказал священник, ты можешь не разделять его убеждение там или его мнение, ты не можешь спорить, ты не можешь прикословить, ты вынужден принять, иначе нечего было ходить. Это, конечно, ситуация, вот здесь книги «Второзаконие», она касается некой общественной ситуации, в которую включено некое количество людей, ну, больше, чем два. Вот, то есть, некая спорность ситуации. В данном случае священник выступает как третейский судье, как третий, уравновешивающий их спор, но пользующийся авторитетом и у того, и у другого. Но, в принципе, эта ситуация имеет то же самое значение и в личном пространстве человека. То есть, если человек считает, что священник ничего не понимает, не надо спрашивать. Но если ты, спросив у него, предполагаешь, что священник знает что-то тебе неведомое, ты вынужден исполнить. Ты можешь не понимать, зачем это, ты можешь не соглашаться, но спросив, ты не можешь отменить это слово. Ты не можешь начать с ним спор. Ты не можешь с ним прикословить, иначе ты разрушаешь свою собственную жизнь. Ты рубишь сук, на котором сидишь. Либо не спрашивай, либо исполняй. Иначе ты начинаешь разрушать свои отношения с Богом. Это именно так. Ну вот, например, скажем, каноническое правило. Ну, вот некий, скажем, человек, назовем его опять-таки этим именем Иван. Некий Иван пришел к некому отцу Петру и спрашивает отца Петра, что мне сделать? Как мне быть, как мне поступить? Отец Петр, ну, не знаю, поразмышляв или не размышляя, говорит, ты должен пойти и сделать так. И человек должен пойти и сделать так, если это не связано с преступлением, нарушением заповеди. Вот, решает какую ситуацию, он должен пойти и сделать так. Он не может сделать так. Он не в состоянии это сделать. И он приходит ко мне и говорит, вот меня отец Петр благословил, а я считаю, что это неправильно, я не могу этого сделать. Я ему говорю, Иван, друг, я очень тебя люблю, но я ничего не могу сделать. Я не могу сказать слово наперекор отцу Петру. У меня нет на это канонических возможностей. Я не могу этого сделать. Я не могу отменить то, что сказал тебе Петр, отец Петр. Я не могу. Как ты можешь. Обращайся к епископу. Он у него есть на это канонические права, он может это дело разрешить. Но не так просто эта ситуация. Ты зачем спрашивал? Но если спросить, зачем споришь сейчас со словом священника, вот это вот легкомысленное отношение к священнослужителю, оно приводит-то в сущность, даже не приводит, оно обличает нас в легкомысленном отношении к Богу. И поэтому не случайно вот есть такие неприятные слова у пророка Ассии 4 главе. Никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ как спорящий со священником. Пророк Ассия называет народ израильский, не находя больше аргументов, он называет его самым плохим словом. Вы, как спорящие со священником. Что с вас можно взять, если вы спорите даже со священником? Вот это требование второзакония, которое предполагает некое уважение к особому статусу священнослужителя. Он не простой дядька, мужик в другой одежде. Ведь чтобы стать священником, дело же не в том, что он учился, а в том, что он получает особый дар святаго духа, без которого он не может стать священником. Он не просто учился и надел на себя особую одежду. Он был посвящен, он был рукоположен. И в этой таинстве священства, таинстве рукоположения на него сошла благодать святаго духа. И если он не отвергнут церковью, если он законный священник и законным образом рукоположенный, в нем все равно действует благодать святаго духа. И человек, приходя к священнику, он спрашивает, надеясь на то, что эта благодать действует. А потом он подвергает свою надежду сомнениям. Только потому, что то, что сказал священник, ему не нравится. И таким образом он сомневается и в священнике, и в благодати этого священника, и в воле святаго духа, и вообще в Боге. Получается, что он никак не может теперь и отныне узнать волю Божью. Не поверив священнику, вступая в спор со священником, он закрывает себя от того, что мог бы сказать, возвестить, сделать ему Бог. Ведь и Каиафа, каким бы уродливым он не был, каким бы несчастным он не был, этот Каиафа все-таки сказал волю Божью. Если Каиафа в ужасной ситуации смог сказать волю Божью, что надо умереть одному, чтобы спасти весь народ, то неужели священник, к которому пришли, с верой, что он возвестит вам волю Божью, вы будете спорить и возражать. Он может ошибиться, может не ошибиться. Но когда вы это решаете, вы ставите себя над священником, вы судите священника, не только нарушая тем самым заповедь Божию, но в сущности вы ставите себя над ним. Это и есть гордыня. Высшая, одна из высших степеней гордыни, высшая будет только поставить себя над Богом, чтобы судить его. А прав он Бог или не прав? А согласен с его решениями и не согласен? И в итоге получается, что мое желание, мое несогласие, мое спор со священником и есть проявление начинающейся, зарождающейся или уже торжествующей во мне гордынь. И если я не покаюсь и не изменю своего отношения, то я восстану и против Бога. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok